Нежелательные беременности, непонимание со стороны родителей, буллинг в школах – это не все трудности, с которыми сталкиваются современные подростки. В Ангарске за 2021 год почти 50 несовершеннолетних девушек стали мамами, а в 2023 зафиксировано уже 35 случаев. Параллельно с проблемой ранних половых связей развивается такое явление, как подростковый алкоголизм. За прошлый год известно как минимум о 80 таких фактов. Подробности далее. Причины девянтного поведения у подростков могут быть самые разные – социальное неблагополучие, сложные отношения со сверстниками, конфликты в семье. Однако, как считают эксперты, многих проблем можно избежать, но для этого необходим регулярный мониторинг психологического состояния подростков. Специалисты такого профиля имеются практически во всех ангарских школах. Но есть один нюанс – работать с ребенком можно только с согласия законных представителей. Однако не всякий родитель осведомлен об их проблемах. Надо слышать своих детей и не забывать о том, что мы все были подростками, что мы точно так же сталкивались со всеми этими ситуациями. И учить своих детей правильно выходить из этих ситуаций, понимать своего ребенка, да, что его проблемы – это действительно не мелочи. Это серьезные проблемы, которые в данный момент волнуют именно вашего ребенка. Важно знать, куда обратиться за поддержкой. Для решения этих задач в Ангарском округе комиссия по делам несовершеннолетних совместно с Центром помощи детям реализует социальный проект «Фокус семья». Он нацелен на защиту прав подростков и их психологическое сопровождение. Теперь для получения помощи дети или их родители могут обратиться в электронную приемную, где специалисты оперативно помогут решить любые жизненные трудности. Все сообщения являются конфиденциальными. То есть были дети, которые обращались на то, что их учителя не понимают в школе и жаловались на сложные взаимоотношения в школе. Они говорили о том, что родители, допустим, девочка одна обращалась и говорила, мама настаивает на том, чтобы я чем-то занималась в этой жизни, а я не хочу. То есть как мне быть. Другая рассказала о том, что мои родители развелись несколько лет назад и мне очень тяжело справиться с этой ситуацией. Я не могу приспособиться к такой жизни, к новым условиям, в которых я оказалась. Платформа виртуальной приемной находится на официальном сайте комиссии по делам несовершеннолетних в разделе «Фокус семья». Любой желающий может получить письменный ответ, устную консультацию или же записаться на личный прием. На сегодняшний день в комиссию поступило более 50 таких обращений. Александр Бычков, Оксана Крикунова, Дмитрий Новопашин. Местное время.